всем привет друзья вы на канале бухай тв и друзья сегодня у меня на обзорчике джек дэниос номер 7 друзья бутылочка чуть-чуть открытая потому что вчера был эфир и поэтому бутылочка открытая друзья снова же подпишитесь на канал instagram big richards это спонсор сегодняшнего видео спасибо ему за виски за виски спасибо за ликеры спасибо за шампанское спасибо за все остальное также друзья ссылочка в описании ю тубе внизу big richards instagram все как положено подписывайтесь и все остальное также друзья большое спасибо лени гавриковой моей одноклассницы за бутеры бутеры с красной рыбкой снова же друзья ссылочки на лену тоже внизу в описании кто друзья с тик тока big richards будет на иконке видео будет написано big richards будет стоять мордочки подпишитесь друзья кто с тик тока подпишитесь на этот инстаграм ссылочка на лену гаврикова на гаврикову на ее кто канал будет внизу в описании хорошо танцует хорошо пляшет и все остальное вообще красивая бомбезная девчонка тоже давайте наливать по чуть-чуть выпивать нашего из колледжа для нас номер семь так друзья на закусочку у меня спасибо лени за бутеры такие красивые с травкой зеленочкой зеленухой всякой спасибо большое ей и друзья салатик куриные знаменитый путевский вот такие трава вот такая вот зеленуха тоже надо и зеленуху тоже есть друзья давайте друзья подпишись друг мой подпишись не пожалеешь у рикера скажу честно запах намного лучше чем у виски вот видите друзья правда говорю вот я выпил скажу честно рюмочку выберу вроде бы неплохо вроде бы неплохо но скажу честно прогревает хорошо но вот вкусного ничего не почувствовал захотелось просто реально закусить давайте друзья нереально немножко закушу реально немножко закушу блин ну блин ну не порадовал честно реально не пора реально не порадовал не порадовал он неплохой неплохой джек но с джеком я такое сталкивался с джеком что он реально не радует давайте чуть-чуть лучше бутербургам ну закусочный джек закусочный джек кто-то скажет что это он типа мягкий хороший блин хороший мягкий прогревающий но вкусно вкусно если вот эти ликеры я пил желтый пил ликер и пил зеленый ликер яблоко и мед они вкусные они хорошие согревающие здесь как бы нота виски с чем-то но это все перебивается и не сильно вкусно я скажу честно скажу тебе беконом я кушал не нравится не нравится пока что очень плохо для этого виски я от него честно сказать ожидал намного лучше блин сама нячей просто и все почему так плохо почему я не знаю вот с теми двумя джеками все хорошо с этим же как плохо он мне просто как-то реально ничем не впечатляет вот и все он не дотягивает до шотландских вкусов до шотландских вискарей он не дотягивает до ирландских вискарей он что-то между ими получается типа краженный самогончик будем так говорить вкусовый с ним вообще никаких я понимаю что у меня сейчас могут много кто скажет хейтить типа джек дэнер вкусный там хороший виски блин да не вкусный виски обычный обычная пойма обычная пойма не за что похвалить реально не за что если вот мед классный если вот яблоко классный скоро будем корицу обозревать хорошая будет корица думаю тоже интересный вкус будет то здесь я вообще не вкуса не банана не карамели ничего не чувствую просто чувствуется самогончик чувствуется самогончик что-то самогон и все он мягенький он хороший он тепленький он приятненький чуть-чуть на выдохе конечно есть трудность процентов на 20 на 10 20 процентов трудность блин друзья 650 ремень бутылка это не этого не должно быть я честно сказать с одной стороны вот этот джек хотел хотел самым первым обозреть я думал я пью до этого пару раз он не нравится скажу честно не нравится сейчас я его пью это в баре я пил он мне не понравился не зашел и сейчас его пью не на зашел нормально все нормально чувствуется вискарная чуть-чуть нотка чувствуешь это виски но любой скотч будет я зачем даю с этого в плане виски внимание чего внимание чего вообще ничего нету в плане виски ничего чувствуется где-то вдалеке бочечка немножко чувствуется где-то вдалеке какие-то шокки тест добавки присутствуют но вкуса такого хорошего яркого нету вискарного вкуса нету вкуса как пишется смак карамели 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 кураги и банана блин ни хера не почувствовал скажу честно я прошу прощения за свой французский но я ничего не почувствовал ни курагу ни карамель ничего где-то что-то присутствует вдалеке вдалеке его нюхать неприятно скажу честно если ты мягкий и приятный то он грубоват этот реально может 40 градусов потому что теннесси теннессийский может того что 40 градусов грубоват ну блин ну реально грубоват скажу честно может я как говорится девочка уже стал девочкой стал на ликерчиках размяк но я этого не отрицаю друзья это мое субъективное мнение что мне он не понравился скажу честно может закуска у меня неправильная кому бутерброды с красной рыбкой салатик такой я взял ну листья салата тут с курочкой с беконом этот может блять я не знаю что говорить как оправдываться скажу честно я не знаю это что я не знаю что сказать за его листья салата листья салата хорошие мягкие вкусные сочные свежие но все то блин я хотел чтоб он был вкусненький так что видите друзья ну видите знаете иногда бывает что алкоголь подводит подводит иногда бывает что подводит так что давайте друзья по 25 грамм но скажу честно друзья выпил как самогончик для донеса не мой не мой миски не мой фаворист закуршу коренной грудочкой оценка оценка такая будет 8 баллов 8 баллов этому виски этому виски уже не ликера друзья а виски он вроде бы и неплохой вроде бы и неплохой но нету того чего я хотел бы почувствовать он просто типа хороший самогончик с какими то с добавочками с какими то с добавочками он и мягенько пьется вроде бы и хорошо пьется но все равно не хватает искусства виски вот скажу честно нету в нем вискарной души вот скажу честно да для малолеток для пацанов молодых тут больше играет бренд потому что Джер Денис бренд довольно популярный после ред лейбл идет на втором месте по популярности так что этот он хорош реально хорош в плане популярности но в плане вкусовых качеств раньше его пил он был намного вкуснее скажу честно скатился 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 может я плохо подошел к обзору я не говорю что я мог подойти объективно может закуска не та может еще что то ну блин честно сказать вот медовый меня порадовал яблоко меня порадовал а вот этот Джек Денис ну не порадовал скажу честно ну я бы не хотел его пить например если бы яблоко или мед медовый особенно каждый день можно было пропустить в кофе добавить еще куда то добавить блин этот я не хотел бы честно реально мне он не зашел не понравился блин фигово скажу честно очень плохо 8 баллов и то ради старой дружбы что у нас Джек Денис был очень хорошо на обзоре очень хорошо на обзоре вот такие такие дела друзья оценка такая потому что туговато так что я скажу честно в последнее время я тоже что то же старый стал немножко уже как говорится хочу чтоб не хочу знаете пить уже друзья алкоголь который чтоб был хороший трешаки всякие пить всякие там фиговый алкоголь уже не хочется пить потому что вот платишь вот как балантайс балантин или балантайс 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 блин 650 ты мне отдал за литру блин мне говорили мягкий хороший да он мягкий он хороший но это самогон так само и здесь 650 цена надо задуматься больше за 650 ничего не брать блин и снова же ну самогон ну за такие деньги лучше лучше яблочко взять а лучше мед вообще взять вот просто друзья хочется хороший алкоголь пить хороший алкоголь пить и не распыляться друзья на всякую дичь реально не хочется распыляться на всякую дичь потому что если плохой алкоголь он потом остается там кто то приходит в гости да и ему начинаешь наливать этот алкоголь потом этот еще кому то начинаешь наливать он пахнет как самогон скажу честно он самогон типа с какими то издобавками ничего такого чтоб знаете друзья чтоб меня порадовало нету вот вот в тих ликерах было такое давайте во рту такой самогонная нотка присутствует ну вискарно самогонная короче будем так говорить ну может друзья скоро заеду до батя ну батя ко мне заедет скоро может так мы этот снимем хороший видос снимем хороший видос я думаю доброта съездить в гости побыть немножко у него потому что уже давно не виделись давно не виделись уже соскучился за ним скажу честно надо будет и тыкилки хорошая выпить так что сами прекрасно понимаете блин видите салата вообще бомба вкусные это с собой с собой подается вот как то знаете там один кусочек курицы я съел один кусочек бекона еще два кусочка бекона съели на камеру я не помню и один кусочек бекона я съел за камерой ну бекона конечно реально маловато прикладают но салат стоит 120 гривен салат стоит 120 гривен прикольная поливка прикольная поливка ну и прикольное мясо хорошее мясо но салат и салат любимый хороший друг покойный дима вытоптал покойный дима вытоптал так что любил этот салат да что давайте помянем дима вытоптал пухом ему земля царство небесное димон мы тебя помним любим и скорбим за тобой димон за тебя друг мой за тебя так что жалко что тебя не стало в нашем мире давайте масса тебя да и Ну, куриная грудка, знаете, друзья, она и так и прожаривает, ну, не совсем, чтобы сухая была, а в меру, ну, в меру прожаренная, плюс еще соусом. Поливай, так хорошо, так, знаете, соченько, аппетитненько. Так, глянем по времени, что там у нас. Вот. Так что скажу честно, виски очень слабый, очень слабый. Наверняка будет самый слабый со всех Джек Денинсов, потому что как-то, ну, не впечатлил мне, вообще не впечатлил. Так что, вообще. Вот я от Ред Лейбла ничего не ожидал. Есть как бы Денинсин, основа бурбоновая. Ну, должен быть мягенький, должен быть сладенький, должен быть этот. Ну, у него ни сладости, ничего. Просто самогон за магоном, и все. Вот. Как-то так, друзья. Вот. Так что, друзья, снова же подписывайтесь на моего спонсора, ссылочка внизу в описании. И снова же, друзья, подписывайтесь на канал Лены Гавриковой, тоже ссылочка будет внизу в описании. Спасибо, Лене, за бутеры. Вот. Блин, вот это виски иногда меня просто разочаровывают, скажу честно. Блин, хочешь от виски что-то большего. А оно просто, ну, просто обычный виски. Вот это было, конечно. Если ты водку берешь, например, там за 100 гривен, там, где за 115 гривен в бутылку, и она тебе не радует, знаете, не радует, то это, в принципе, ты денег много не потерял. А тут 650 гривен, как бы. Да, ну, два джека очень хорошо зашли. А тут один такой, оп, и нежданчик, как говорится, не зашел хорошо. Так что, как-то так, друзья. Так что, как-то так, друзья. Хотя, я хотел, скажу честно, с самого начала хотел я снимать под бургеры, под бургеры его хотел снимать, потом мне как-то захотелось медового джека, я медовый джек бахнул с бургером, потом мне захотелось пиццы, не, хотя у бургера не было, просто срубленным мясом не было. Я просто как-то, да, возьму, думаю, пиццу. Да, что, взял пиццу. А сегодня, этот, знакомая подогнала бутерал, я думаю, зайду к бутерам, возьму какой-нибудь салатик, чтобы было красиво, чтобы вы поняли мне. Потому что бургер брать бутербродом, как бы, ну, одно другое затмит, как говорится. Вот. Вот. Ну, и здесь, как бы, такое нормально. Ну, салат хороший, вкусный. Ну, давайте, друзья, за мир во всем мире. Отдаленная нотка. Есть такая вискарная пахнет? Неплохо так. Отдаленно. Ну, отдаленно. Отдаленно пахнет хорошо. Вот как ты ешь. Но, все равно не то, не то. Блин, зашло хорошо. Почувствовалось хорошо. А в конце посевкусия такое самогонное, реально. Вот. Вот таким самогоном посевкусия. Хорошо. Ну, хорошо в смысле еда вкусная. А виски такой не совсем хороший. 8 баллов, друзья, 8 баллов. Ну, это больше, знаете, друзья, франшиза, торговая франшиза, чем виски. Бутеры неплохие. Даже сказал бы, хорошие, очень хорошие. Рыбка хорошая. Ну, мне самого большего этих бутера понравился, конечно, сыр. Сыр реально очень вкусный. Такой творожно-сливочный. Вообще, бомбитов. Будем так говорить. Спасибо, конечно, что она всякими травками украсила, потому что она их выращивает, она занимается этим, мне этим заниматься негодно, скажу честно, потому что это на работе, то есть, то в разъездах, то еще где-то. Травки вкусные, они, во-первых, полезные. Во-первых, где будет реально здоровое питание. Сыр, он как бы полезный для человека. Травки полезные. Красная рыбка всегда полезная, кстати, вкусная. Травки, травки тоже хлебуши, хлебуши. Блин, ну если такой бутерборд, там один или два где-нибудь хавать, то я думаю, ты сильно не растолстеешь, не разжиреешь. Ну, надоедел. Я один схавал, сейчас второй доедаю. Редко сделал мне шесть штук. Один перед съемками я забабахал. Ба-ба-ба. Бутерборд. Так что, вот бутерборды охередные, скажем честно. Что там, в этом я видел многомато. Ну, наверное, вкусные. И вот, друзья, смотрите, сколько сыра намазано. Сыра намазано реально много. Реально вкусно, реально вкусно, друзья. Я обманывать никого не буду. Вы меня прекрасно знаете, все, кто меня смотрит, я никогда никого не обманываю. Так, друзья, давайте будем уже немножко закругляться. Наливать 50 грамм виски. Друзья, подписывайтесь на моего спонсора в инстаграме BigRichards. Спасибо тебе, друг мой, за вискарик. Спасибо тебе за все, друг мой. Подписывайтесь. Ссылочка, кто смотрит меня в ютубе, будет ссылочка внизу в описании. на инстаграм, кто смотрит, у меня в тиктоке будет иконка. С иконки, как в лице, думаю, кому интересно будет, там перепишите, зайдете на этот канал и подпишитесь. Друзья, не подвиньтесь, подпишитесь, потому что чем больше таких спонсоров, тем у меня больше видосов будет, тем лучше для канала, какая-то заработка, какая-то денежка. Хотя, в принципе, скажу честно, по деньгам я ничего там сильно не брал, просто много рекомендов заказал, там чисто символические, как говорится, алкоголь и загрузка и просто и все. Вот. И снова же, друзья, внизу будет тоже ссылочка в тиктоке, будет внизу ссылочка на Лену Гаврикову, на ее канал в тиктоке, а вот в этот в Ютубе будет ссылочка на ее инстаграм. Так что, вот, друзья, так что подпишитесь, будет весело, прикольно, счастливо, как говорится, на Big Creatures и на Ленку, конечно. Ленке, большое спасибо за бутер, реально они вкусные, реально хорошие, вкусные. Салат Брауэн Фабрики, Брауэн Фабрики, салат Бомба, мне нравится. Скажу честно, я не любитель куриной грудки, это батя любитель куриной грудки, надо будет ему этот салат взять. Бекон, конечно, вкусный, ханил, в следующий раз скажу, чтобы бекона больше вложили, в грудку ханил уже, да, лучше ханил уже. Ну, блин, сочно, вкусно, бомбитов, просто реально бомбитов. Я такие, знаете, друзья, салатики не люблю. Ну, конечно, друзья, мой любимый салат, это домашний помидор со сметанкой. Ух, так что, жалко, что нету лета, блин, блин, домашних помидоров нету, вот это плохо. Покупнее, да не то, сами прекрасно, знаете, хоть дорогие берешь, хоть дешевые, один хрена одного поля ягода, друзья, с вами все знаете. Давайте, друзья, всем мира и добра, всем удачи, всем, главное, мира и всего самого наилучшего, друзья, так что, подписывайтесь на мой второй канал, Павлович, ссылочка внизу в описании, подписывайтесь на мой тикток канал, Бухай ТВ, и снова же, друзья, внизу в описании, приватбанка, монобанка, вы сами прекрасно знаете, давайте, друзья, за вас. Грубоватый. Нет, самогон, самогон просто. Ага,